МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украшение стихии. В Титовке сгорели две постройки и машина. Отдохнуть теперь не получится. Что говорят соседи. Счастливый случай. Кондуктор городского автопарка выиграла смартфон. Я довольна. Она проверила больше всего QR-билетов. А также, как стать донором плазмы, голосование в парламенте и климатические вершины. Бобруйск установил новый температурный рекорд. Такого не было за 184 года метеонаблюдений. В Беларуси выздоровели 26 643 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрированы 51 816 человек с положительным тестом. Врачи провели 678 570 анализов. Эти данные приводит Минздрав. ООН при поддержке восточной соседки передала стране 70 тысяч одноразовых перчаток. Партия оценивается в 10 тысяч долларов. Изделия распределят между клиниками. Тем временем в Центре трансфузиологии в канун Дня донора поздравляют всех, кто пришел безвозмездно сдать кровь. Здесь же принимают плазму выздоровевших от коронавируса. Стать донором иммунного компонента можно лишь спустя месяц после полного выздоровления. Делается развернутый анализ крови, биохимический анализ крови, коглограмма, электрокардиограмма, мазок мы делаем, ПЦР. Не кровь обследуем на ПЦР, а мазок, потому что достоверность его более высока, чем ПЦР крови. Обязательно антитела. К нам есть уже люди, которые пришли не по одному разу, их немного. Запасы плазмы практически всех групп у нас есть. Облачный провайдер «Актив Клауд» предоставил РНПЦ эпидемиологии и микробиологии и вычислительные ресурсы. В центре работают вирусологи, иммунологи и паразитологи. Создают лекарства. Во время пандемии нагрузка на специалистов выросла. Допресурсы позволят обрабатывать больше информации. Инженеры хостинга также гарантируют защиту данных. Грамоты плюс поощрительные выплаты. Учащиеся первые музыкальные школы имени Текотского получили награды спецфонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Специальная комиссия отметила достижения сразу семи человек. В списке четыре выпускника. Все стипендиаты, лауреаты республиканских и международных конкурсов. Получить такую награду – это большая честь. Я к этому шла очень долго, старалась. Мне очень приятно, что я смогла добиться своей цели. Мы надеемся, что наши выпускники гордятся школой, в которой они учились. Потому что наша школа, помимо того, что одна из старейших, она и самая крупная в училище. У нас 970 учащихся. Детство кончилось. Сегодня учащиеся школ и гимназии примерили ленты выпускников. Старшеклассникам вручили аттестаты. Мария Бушкевич узнала, как это было. На свежем воздухе и без выпускного вечера. Пандемия внесла коррективы в планы старшеклассников. Учащиеся прощаются со школой в новом формате. Впрочем, праздник это не омрачило. 27-я славится классом военно-патриотической направленности. Сегодня ее стены навсегда погидают сразу три состава подопечных. Их приехал поздравить Александр Студнев. Уверен, что каждый из вас уже определился в этой жизни. Но самое главное, идите к ней смело и уверенно. Делайте новые шаги, не бойтесь. Каждый из вас найдет свое место в жизни и вернется в родной город с новыми знаниями, с новыми силами. После вручения аттестатов звучит прощальный вальс. Вместо воздушных шаров в небо выпустили белых голубей. Трофеи учащихся – шесть золотых и одна серебряная медаль. Мария Ронюк признается, награда далась нелегко. Я очень рада, что наконец-то все труды, которые я вложила в свою учебу, прошли не зря. И теперь стоит вопрос выбора профессии. Помимо вокальных номеров – постановочный танец. В 25-й школе проводили 11-й А. Выпускники поставили оценку своим учителям – высший балл. Это, наверное, бывает у каждого человека один раз в жизни. Это очень запоминающееся торжество, мероприятие, момент в жизни. Алина Черная с будущей профессией определилась давно. Мечтает стать учителем, планирует поступать в Гомельский университет имени Скорыны. Девушка признается – будет скучать по одноклассникам. Мне очень нравится русский язык. Я хочу посвятить этому жизнь. Алина активная, интересная, общительная. Вы знаете, если она ставит цель, она этой цели старается добиться. Я думаю, эти качества для учителя очень важны. Во второй школе стулья для гостей поставили прямо на улице. Учителя подготовили для выпускников музыкальный сюрприз. В копилку учебного заведения добавилось три золотые медали. Огромная у меня просто дрожь в голосе, дрожь в ногах, в руках. Это был хороший, прекрасный момент. Зарабатывать ее явно сложнее, чем получать. Но не сказать, что золотая медаль – это огромные достижения, а остальные ученики ничуть не хуже. Торжественный день, торжественный для педагогов, для родителей, безусловно, для выпускников. И не буду скрывать, торжественный для меня, потому что я сама выпускница второй школы. Поэтому мне очень приятно сегодня поздравить выпускников. Во второй гимназии почти в три раза больше наград – шесть золотых и две серебряные. Здесь выпустили сразу три одиннадцатых класса. Учащиеся получили аттестаты и пустились в пляс. Флэшмоб поразил гостей. Одиннадцать лет – это очень большое время, проведенное здесь. Поэтому я думаю, каждый будет скучать по школе. Золотая медаль, в принципе, не так сложно было, потому что учителя у нас хорошие. Очень отлично подают материал. Я от имени городского совета депутатов, от имени, наверное, всех жителей города Бобруйска поздравляю с их успешным завершением учебы. Потому что для них это очень важный этап жизни и начало более такой самостоятельной жизни. Самая молодая школа города, 34-я, тоже хвастается подопечными. Празднует первый выпуск. Изюминкой вечера стала дефиле с фотосессией на красной ковровой дорожке. Для нас, наверное, это как собственные дети, потому что они первыми пришли на третью ступень. Они первыми заканчивают ее. Хотелось бы, чтобы они в жизни были действительно первыми. Шли твердо, шли далеко, и чтобы их действительно сопровождали взрослые, которые находятся рядом. Бобруйские аттестаты получили 1084 одиннадцатиклассника. 40 человек стали обладателями золотых медалей, 3 – серебряных. Это в два с половиной раза больше наград, чем пять лет назад. Мария Бушкевич, Анастасия Похлёстова, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360. Гаджет за новацию. Сотрудница Бобруйского автопарка выиграла смартфон. Женщина проверила больше всего виртуальных талончиков. Конкурс организовал разработчик приложения для оплаты поездки по QR-коду. Вскоре разыграют еще пять девайсов. Я довольна, что именно я стала обладательницей. Работаю я четыре месяца. Коллектив дружный, хороший. Всего за месяц горожане купили свыше шести сотен электронных билетов. Сперва новинкой пользовались максимум 12 пассажиров в день. Теперь цифра перевалила за сотню. Приложение оплатить, пополнить электронный кошелек со своей карточки и просто поднести к QR-коду свой мобильный телефон. Там сразу же выбивается количество билетов, сумма. Оплачиваем и все. Новые правила для бизнеса – горячая линия Минтруда и квартирный вопрос. Бюджетникам стало проще получить арендное жилье. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Палата представителей поддержала кандидатуру Романа Головченко на пост премьер-министра. Все 97 депутатов в бюллетенях проголосовали за. После подведения итогов новый избранный чиновник выступил перед парламентариями. Роман Головченко поблагодарил их за поддержку и отметил, что новый состав правительства активно включался в работу. Ранее нового премьер-министра назначил президент Александр Лукашенко. Бюджетникам стало проще получить арендное жилье. Квартиры теперь положены врачам, учителям, работникам творческой и культурной сфер. Но при условии, что с ними заключен контракт на 5 лет и подтверждении, что регион действительно нуждается в конкретном специалисте. Платить за пользование арендными метрами – это категория граждан будет меньше. Торговым точкам и общепиту могут разрешить самим определять режим работы. Исключение для ночных заведений. В парламенте пересматривают закон, регулирующий сферу. Ряд поправок приняли в первом чтении. Документ также закрепляет единое правило к размещению нестационарных и передвижных ларьков и закусочных. Электронный билет на поезд теперь можно оформить по номеру телефона. Новая функция доступна абонентам всех операторов на сайте БелЖД. Для поездки достаточно показать онлайн-чек к проводнику или распечатать бланк. Отметим, способ оформления электронных билетов по паспорту остается. Минтруда запустила горячую линию по вопросам незаконного увольнения работников. Рассказать о ситуации можно по телефонам, указанным на экране. В рабочие дни звонки принимают с 9 утра до 6 вечера, по субботам до полудня. Жители Титовки подсчитывают убытки. В деревне на одном из участков сгорели две постройки и легковушка. Огонь не пощадил и соседский сарай. Максим Кембель передает с места ЧП. Лето, солнце, пожар. 10 июня, 15.39. На телефон 112 поступил тревожный звонок. Полыхает дом. К моменту приезда спасателей наблюдалось открытое горение беседки, а также горел уже легковой автомобиль, стоящий рядом. Человеческих жертв удалось избежать только чудом. А вот кровля, сарай и навес под мангалом превращены в тлен. Отдохнуть теперь не получится. Вместо летнего домика здесь пепелище. На месте остались лишь бетонные львы. Сигнал о ЧП поступил от соседей. Завидев пламя и почувствовав запах дыма, они незамедлительно отправились на помощь. Я сразу побежала к соседям, начала стучать им в дом. Была дверь закрыта. Но потом достучалась, они вышли. Но как-то быстро-быстро огонь быстро начал гореть. Огнетушители, ведра воды. До приезда спасателей люди своими силами пытались сбить пламя. МЧС на месте оказались в считанные минуты. Спасти имущество не удалось. Огнеборцы выясняют причины пожара. Максим Кембель, Максим Галенка. Бобруйск, 360. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры? Корреспонденты Бобруйск, 360, готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Новый рекорд. Впервые за 184 года в городе на Березине 11 июня потеплело сразу до 33. Предыдущий максимум погода установила в 2010. Тогда в разгар дня столбики термометра показывали 31,8 выше 0. Надолго ли тренд, уточнила Кристина Рианц. Почти курорт. В Беларуси устаканилась погода на 4,10 градусов выше климатической нормы. Накануне на юго-востоке страны воздух прогрелся до плюс 34. Дул черноморский ветер. Ночью морской гость разогнался до 19 метров в секунду. Прогремели грозы. Синоптики на пару с медиками в жару напоминают несколько правил для водителей. Валидол в аптечке, вода под рукой и остановки каждые два часа для прогулок. Тем временем Новый Орлеан затопил. Из-за сильных дождей с водой не справилась даже система ликвидации последствий ливней. Залиты подземные переходы. В Эквадоре тоже прошел дождь, правда пепельный. Его выбросил действующий вулкан Сангай. Масса осела в 16 населенных пунктах. Один из наиболее густонаселенных городов – Гуякель – в 180 километрах от извержения практически целиком накрыло бело-серым налетом. Людям рекомендуют соблюдать осторожность и обезопасить себя, используя защитные маски. Завтра в Бобруйске будет ясно, осадков не ожидается. Оранжевый уровень синоптики сохранили на пятницу. Ветер северо-восточный умеренный днем до плюс 32, ночью на 6 пунктов меньше. Кристина Рьянс, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за нами в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Продолжение следует...